Всем привет! Сегодня 8 июля, воскресенье. Я вот так вот оделась, накрасилась. Сейчас будем идти к моей тёте на пикник. Вот эта майка с пёрышком и мне безумно нравится. Вот так она выглядит, зелёные шортики. И сделала путь. Это такой вот макияж, тоже зелёно-оранжевых оттенков. Это от Faberlic палетка Maria Way. Как вы видите, на глазах она не настолько яркая. Со временем тени, как бы, где-то через час ещё немножко потемнеют и будет очень классно. Особо не одеваюсь, потому что это пикник и через несколько минут мы уезжаем. Там, наверное, я не буду снимать, чтобы никого не смущать. Что будет ещё интересно, я постараюсь вам в этом влоге поснимать. Вот этой палеткой делала макияж и хочу вам показать свои ногти. Очень давно хотела вот такой цвет ногтей. Он как бы молочный, не белый, но с такой белый и жёлтым потоном. Это вот такая вот марка Fox оттенок 712 серии French. Это гейлок. Я его с топом, с базой вчера делала маникюр. Но хочу сказать, чтобы добиться вот такого оттенка, мне пришлось наносить 4 слоя. Если вы знаете какую-то марку лака, которая даёт такой оттенок в 1-2 слоя, напишите, пожалуйста. У меня сегодня день каких-то интересных вещей. Посмотрите, вот здесь падает дождь. Не знаю, будет ли видно на камеру. А в другой половине двора дождя нет. Я никогда ещё не была так близко к такому явлению. То есть здесь у нас идёт дождик сильный. Вы, в принципе, видите немножко на камеру. И вот здесь дождя вообще нет. Ну, уже по капле залетает, но только чуть-чуть не успела. Только что вообще только здесь был дождь, а здесь нет. Хочу вам показать. У мамы есть знакомые и привезли нам вот такое капучино. Ещё не пробовали. Попробуем вместе с вами, как оно. Обожаю вот этот печень. Посмотрим, любим. В детстве еле диско называлось. А теперь вот этот хит очень похожий и очень вкусный. Обожаю студентскую разные вкусы. Ну и, конечно же, моя любимая милка в Украине. Вот такую, ну, по крайней мере, в нас супермаркетах с вишней я не видела. Обожаю разные вкусы милка. По-моему, сейчас на данный момент самый вкусный шоколад. И два вида вот таких вот конфеток. Очень люблю вот такие конфетки. Но самые любимые, конечно же, это негро. Но эти очень похожи. Эти ещё не пробовала. Тоже буду, как и капучино. Вот такое я первый раз пробовала. Итак, пробуем вот это капучино. Я сделала по рецепту 6 ложечек. Залила 150 мл воды. Вот так это выглядит. Очень вкусно. Мой вкус как хороший 3 в 1, я бы сказала. Вот такую вот марку, капучино, если у вас есть, я могу вам порекомендовать. Мне понравилось. Хватает, конечно, ненадолго. 100 грамм, но вкусно. Всем доброе утро. Сегодня уже четверг, 12 июля, если не ошибаюсь. Да, сегодня какой-то праздник. И как раз я нанесла масочку от Ивы Роше увлажняющую. Хочу ещё вам рассказать. Мы в воскресенье ездили, как я говорила, к тёте. Там было очень классно. Мы посидели и поехали к мужу. У него новая работа. Его перевели в новый магазин. Это Сильпо Эксклюзив. Открылась у нас в городе Мукачево. Очень красивый магазин, но очень-очень много людей. Как-нибудь муж освободится, потому что открытие нового магазина, он как администратор. Там очень много сейчас работы. Когда он освободится, у него будет время, мы с вами обязательно поедем, что-нибудь там поснимаем. Открыли очень классно. Теперь Сильпо новые открывают по стилям, стиль аниме. Красиво, всё чистенько, как эксклюзив. Он идёт как бы немножко выше, нежели обычные Сильпо. Но товары есть и такой, и такой цены. Мне безумно понравилось. А сейчас я завтракаю. У меня на завтрак сырники, кофе. И хотела вам показать. Я вам говорила, обожаю, когда у меня стоят на столе цветы. Особенно люблю пионы, сирень. И вот сейчас очень мне нравятся вот такие вот цветочки. Забыла опять, как называются. Собираемся дома посадить, потому что это просто красота. У меня, например, настроение поднимается, когда я вижу вот такую вот красоту с утра, когда ты завтракаю. Ещё я вам хотела рассказать. Как раз вчера смотрела влог Милена Телеш. Очень классный блогер. Она живёт в Белоруссии, если я не ошибаюсь. Она как раз показывала, как в городе, в котором она живёт, поставили очень классные лавочки. Я вам ссылочку на неё оставлю. Она как бы больше идёт координатор Фаберлик. Ну и теперь начала снимать влоги. Тебе, Милена, привет. Я очень, мне нравятся её влоги. Это классно знакомиться как бы с другой страной. Я как живу в Украине, она в Белоруссии. И мне интересно, что у них, как у них. И интересно смотреть, могу вам порекомендовать. И мне понравилась их идея, как креативно поставили разные лапочки в парке. А не смотрите, что я так блещу. Как говорила, поставила себе, сделала масочку Фаберлик увлажняющую. И мне безумно нравится. Уже готовлю снять для вас видео об уходе от Евроше. Потому что у меня там действительно есть находки, которые мне безумно понравились. Сейчас позавтракаю и к вам вернусь. Сегодня по почте нам пришла посылочка от нашей крёстной. В неё, к сожалению, сейчас нет времени к нам приехать. Я уже распаковала вот такую ручной работой. Отличную надпись Бэйби. Это будет суперское украшение для визанной комнаты. Посмотрите, какая красивая ручная работа. И пока не распаковала, хочу вам показать просто обалденную упаковку подарочка. Вот хендмейт, надпись, розочка, сама бумага, всё. Это нам прислала наша крёстная Сандра. У неё есть свой канал. Внизу будет ссылочка. У неё просто шикарные видео с ручной работой. Она снимает на английском языке. Но там всё понятно. Это лёгкие видео, как сделать красивые вещи и украшения для своего дома. Переходите обязательно внизу в инфобоксик. А сейчас распакую посылочку и покажу вам, что там было ещё, кроме вот этой надписи. Посмотрите, какая красота. Это мне показывала Сандра. Она купила на хендмейт-ярмарке. У нас такие проходят. Очень красивая ручная работа. И вот это она сделала сама. Я просто в восторге. Это будет шикарное украшение для визанной комнаты. Обязательно сделаем фотографию сюда, какую-то очень классную Лизу. И посмотрите, насколько всё красиво, с цветами. Просто шикарная рамочка. Сандры на канале пишите. Покажут, как такую красоту сделать. Но, по-моему, очень талантливо. Очень оригинальный и классный подарок. У нас сегодня ночью во дворе случилось происшествие. Был ветер. И само по себе сломалось дерево. Очень жаль. Это наша яблоня. Она, как вы видите, имела большой урожай яблок. Посмотрите. Полностью две огромные ветки сломались. И сейчас вам покажу вблизи, как это выглядит. Полностью, полностью. Хорошо, что никого здесь не было, когда это случилось. Пока я завтракала, проснулась Лиза. Мы уже поели, переоделись. И сейчас она играет. Мне безумно нравится вот этот костюмчик. Нам подарила моя подруга Вика. Тебе большой привет. Знаю, ты меня смотришь. Так классно. Я не знала, что на таких маленьких есть вот такие вот шортики. И маечка. Очень классно. И вот Лиза может сидеть вот так в своей кроватке с мобилем. Я вам уже говорила. И играть где-то уже даже час. Но мне нужен... Вот я ставлю себе здесь возле кроватки запас бодиков. Ставлю ей по очереди бодики. Ну, что-то яркое. Можно вот как здесь у меня подушечки. И чтобы она имела возможность на что-то разное смотреть. Сейчас ей интересно, что я говорю. И смотрит на меня. И вот так будем немножко играть. Пока Лиза играла, я сделала легкий макияж. Вот так он выглядит. Я делаю дома всегда макияж. Не делаю какие-то суперстрелки или смокияж. Но вот такой легкий освежающий макияж делаю обязательно. Он занимает 2-3 минуты. Ну, я вижу огромную разницу. Вот вы видели меня с утра с масочкой без макияжа и с макияжем. Я фанат Коко Шанель. Я вам уже об этом говорила. Я обязательно найду где-то книгу ее биографии, которую я когда-то видела. Жалею, что не купила. Сейчас нигде не вижу. Потому что она как раз говорила, что женщина слишком в себе уверена, если она не красится. Это уже перебор уверенности. Вы слышите на фоне, моя Лиза уже около 3 месяцев. У нее начался детский лепет. Она уже немножечко разговаривает. И хотела немножко поговорить именно о материнстве. Я знаю, что многие тоже уже давно стали мамами. И хочу так своими впечатлениями поделиться сперва. Это наш первый ребенок. Первые 3 месяца, то есть еще до недавних пор, я бы сказала, первый где-то месяц очень тяжелый. Когда ты не знаешь, что делать с ребенком. Почему он плачет, колики, как с ними бороться. У нас были колики. И сейчас мы еще принимаем некоторые лекарства от них, но уже прошло. Но у нас где-то полтора месяца были очень тяжелыми. Мы не знали, что делать. Ну, как? Более-менее. Зато потом, после полутора месяца, я уже точно знаю, когда она плачет, что хочет есть. Когда она плачет, потому что ей надоело смотреть на что-то, нужно что-то еще показать. Когда она просто капризничает. И сейчас уже мне очень нравится. Это просто кайф. Ну, как нравилось всегда, просто сперва было очень страшно, чтобы сделать что-то не то. Теперь уже уверенно переодеваем, кормим, носим все. И сейчас я просто кайфую в декрете. Конечно, очень много времени ребенок забирает, но это того стоит. И это очень хороший опыт. Это меняет тебя как человека. Я бы сказала, когда у тебя появляется ребенок, ты меняешься. Ты начинаешь кого-то любить совсем другой любовью, ты это никогда не чувствовал к кому-то другому. И плюс это очень хорошее испытание, очень хороший жизненный опыт. Ты как бы развиваешься на ступеньку, как личность выше. Но тут главное не погрузнуть в рутине. Вот мне муж в этом сильно помогает. Нужно читать книги, нужно развиваться. Да, я понимаю, у меня тоже просто очень-очень мало времени на это все остается. Но можно найти время на все. Я всегда... Вот тоже постоянно у меня есть такие моменты. Я думаю, кто в декрете меня поймет, когда ты уже там то-то-то поделал, все, я уже не могу, я так устала, уже все. Но все-таки можно найти. Можно, к примеру, ребенку читать книгу, пока он еще и сейчас не понимает, какую-то свою книгу ему читать. Она слышит голос, и вы читаете свою книгу. Это тоже может быть вариант. Или пока спит, можно найти 10-20 минут. Каким-то хобби заниматься. Мне очень спасает YouTube. Как бы у меня больше общения с помощью YouTube получается. Потому что не всегда получается с подругами поговорить. Потому что у меня как раз, когда подруги приходят с работы, влезо время игры, она хочет играть в то время. А спит она больше днем, когда все на работе. Но ничего, уже со временем становится легче. Наш папа скоро разберется с работой. Он мне лично, муж, мне помогает очень сильно. Но мы живем сейчас с бабушкой с дедушкой. Но мне очень сильно помогает и бабушка с дедушкой. И, ну, поэтому мне легче, наверное, нежели многих из вас. Но я думаю, все равно. Даже вот когда я остаюсь одна, у меня остается немножко времени даже для себя. Когда она спит, можно за 5 минут сделать макияж. Когда спит, можно даже почитать книгу и успеть даже все поделать по дому. Просто тут главное желание. Ну и, конечно же, просто уход за ребенком, игры с ним, общение с ним очень помогает развиваться. А на этом буду заканчивать свой блог, потому что меня уже зовет Лиза. Всем спасибо, кто был со мной. Если вам нравятся такие видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Всем пока-пока. Пока.